Русская народная сказка «Кот и лиса» Жил-был мужик. У этого мужика был кот, Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал-думал, взял кота, Посадил в мешок и понёс в лес. Принёс и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрёл на избушку. Залез на чердак и полёживает себе. А захочет есть, пойдёт в лес, птичек, мышей наловит. Наестся досыта и опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошёл кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает. — Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашёл и как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает. — Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов прислан к вам воеводой. — Ах, Котофей Иванович, — говорит лиса, — не знала я про тебя, не ведала. Ну, пойдём же ко мне в гости. Кот пошёл к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой. А сама всё спрашивает. — Котофей Иванович, — женат ты или холост? — Холост. — И я, лисица-девица, — возьми меня замуж. Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала-бегала лиса и поймала утку. Несёт домой, а навстречу ей волк. — Стой, лиса, отдай утку. — Нет, не отдам. — Ну, я сам отниму. — А я скажу Котофею Ивановичу, он тебя смерти предаст. — Кто такой Котофей Иванович? — Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иванович. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена. — Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. — А как бы мне на него посмотреть? — У, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придётся, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал. А то, брат, тебе туго придётся. Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идёт лиса, и повстречался ей медведь. — Стой, лиса, кому утку несёшь? Отдай мне. Ступай, котомедведь, по-добру, по-здорову. А то скажу Котофею Ивановичу, он тебе смерти предаст. — А кто такой Котофей Иванович? — А который прислан к нам из сибирских лесов воеводую. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, жена. А нельзя ли посмотреть на него, Лизавета Ивановна? — У-у-у, Котофей Иванович у меня такой сердитый, кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то тебе туго придётся. Медведь пошёл за быком, а лиса домой. Вот принёс волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. — Здравствуй, Михаил Иванович! — Здравствуй, брат Ливон! — Что, не видал лисицы с мужем? — Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаю. — А ты сходи-ка к ним, позови, — говорит медведь волку. — Нет, не пойду, Михаил Иванович, я не поворотлив, ты лучше иди. — Нет, не пойду, брат Ливон, я мохнат, косолап, куда мне? Вдруг откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. — Пойди сюда, косой! Заяц так и присел, уши поджал. Да и заяц поворотлив и на ногу скор. Сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут тебя где с мужем, с Котофеем Ивановичем, хотят поклониться баранам да быком. Заяц спустился к лисе вовсю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит, я полезу на сосну, а волк ему говорит, а я куда денусь, ведь я на дерево не взберусь, схорони меня куда-нибудь. Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую макушку. И поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисице на норе. Медведь Михайло Иванович с волком Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да баранам. Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку. Какой же воевода-то, Котофей Иванович, маленький. Кот сейчас же кинулся на быка, шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Мау-мау! Медведь опять говорит волку, невелик да прожорлив. Нам четверым не сесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось и волку посмотреть на Котофея Ивановича, но сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся. Подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А кот сам испугался и полез на дерево, где сидел медведь. Ну, думает медведь, увидел он меня. Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнется с дерева об зим, все печенки отбил, вскочил да наутек. А лисица вслед кричит, бегите, бегите, как бы он вас не задрал. С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.